Приветствую! В предыдущем эпизоде со слушателями интенсива 3D игровой движок на C++, который расположен на сайте learn.kiberkala.ru, сделали реализацию HDR, это High Dynamic Range, а также SSAO, Screen Space Ambient Occlusion. Мы подготовили всю теоретическую базу для сегодняшнего видео. Там же на этом сайте можно найти все формулы, которые необходимо знать, чтобы реализовать шейдеры. Полный разбор всего математического аппарата был проведен на предыдущем занятии, и вы уже полностью готовы для того, чтобы перейти на следующий уровень использования графических конвейеров и реализации 3D графических движков. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей теме, которая используется повсеместно во всех коммерческих движках и даже в открытых движках. Физически обоснованный рендеринг или физически обоснованная отрисовка. Добро пожаловать в мир современных 3D движков. Погнали! Теперь, имея багаж знаний с предыдущего занятия, начнем делать физически подобное освещение. Представьте, что у нас есть один точечный источник света. Сила излучения этого источника равна его потоку во всех исходящих лучах. Однако при шейдинге определенной точки на поверхности из всех возможных направлений падающего света на полусферу только один входящий вектор направления непосредственно исходит от источника света. Начнем реализацию интеграла по полусфере поверхности. Поскольку мы заранее знаем отдельное местоположение всех источников света, которые влияют на одну точку поверхности при шейдинге, пытаться решить интеграл абсолютно бесполезно. Во фрагментном шейдере получаем все текстуры и стандартные входные данные, рассчитанные на основе вершинного шейдера и набор постоянных свойств материала на поверхности. Вначале делаем обычные вычисления, необходимые для любого алгоритма освещения. Вычисляем нормаль и далее будем вычислять переменные для каждого источника света, чтобы потом все это дело подставить в двулучевую функцию отражательной способности BRDF. Чтобы решить уравнение отражения, мы просматриваем каждый источник света, вычисляем его индивидуальное излучение и суммируем его вклад, который будем масштабировать по функции BRDF и углу падения света. Представьте данный цикл как решение интеграла по поверхности для прямых источников света. Само уравнение есть по ссылке в описании, так что изучите, как оно выглядит, чтобы понять, что происходит в коде. Будем использовать аппроксимацию Френеля Шлика. Она предполагает параметр F0, известный как отражение от поверхности при нулевом угле падения света. То есть насколько поверхность отражает, если смотреть напрямую на неё. Данный параметр различен в зависимости от типа материала. В рабочем процессе PBR для металлов мы делаем упрощение, что большинство диэлектриков выглядят визуально правильно с постоянной F0 равной 0,04. В то время как для металлических поверхностей мы будем указывать другое значение, которое получается из значения альбидо. Для металлических поверхностей мы варьируем F0 путем линейной интерполяции между исходным значением и альбидо. Для расчёта двулучевой функции отражательной способности Кука Торренса необходимо вычислить несколько параметров. Функцию нормального распределения и геометрическую функцию. У нас в коде это NDF и G. Геометрическая функция получается на основе уравнения Смита, а точнее Смита Шлика. Далее вычисляем значение коэффициентов Ринеля. Теперь наконец-то можно рассчитать PRDF Кука Торренса. Для этого вычислим числитель и знаменатель и затем разделим одну на другое и получим составляющие отражения Specular. Обратите внимание, в знаменатель добавим малое значение ε, равное допустим 1 сотой или 1 тысячной, чтобы предотвратить деление на 0, потому что скалярное произведение вектора на число может оказаться равным нулю. И наконец, можно вычислить вклад каждого источника света в уравнение отражения. Поскольку значение Фринеля напрямую соответствует коэффициенту отражения, мы можем использовать значение коэффициента Фринеля для обозначения вклада в зеркальную составляющую материала от любого света, падающего на поверхность. Затем вычисляем коэффициент преломления КД. Поскольку коэффициент отражения Specular КС представляет собой энергию отражённого света, оставшееся соотношение – это преломлённый свет, который мы сохраняем как КД. Кроме того, металлические поверхности, как известно, не преломляют свет и, следовательно, не могут иметь диффузных отражений. Мы усиливаем данное свойство, исключая КД, если поверхность металлическая. Далее перейдём к финальному вычислению результирующего значения LO, или исходящей яркости. Она является фактически результатом интеграла уравнения отражения по поверхности. На самом деле не нужно пытаться решить этот интеграл для всех возможных направлений падающего света. Поскольку мы точно знаем, что у нас есть четыре направления от источников света, которые влияют на данный фрагмент. Благодаря этому мы можем напрямую перебирать все направления входящего света. Например, в зависимости от количества источников света на сцене. Добавляем импровизированный ambient light к результату прямого освещения LO и получаем окончательный цвет освещения фрагмента. Чтобы свет был похож на то, что мы видим в реальности, необходимо использовать гамма-коррекцию. Мы предполагали до этого момента, что все расчёты выполняются в линейном цветовом пространстве. Сейчас же тонируем цвет с помощью оператора Рейнхарда для сохранения широкого динамического диапазона сильно меняющейся освещенности. В данном примере не используем отдельный кадровый буфер или постобработку, поэтому можно напрямую применить как тональную компрессию, так и этап гамма-коррекции напрямую в конце фрагментного шейдера. Принятие во внимание как цветового пространства, так и широкого динамического диапазона чрезвычайно важно в конвейере физически подобного этапа отрисовки. Далее задаем параметры шейдера и передаем в конвейер отрисовки. Заметим, что текстуры альбидо, которые создаются графическими художниками, зачастую создаются в пространстве sRGB, поэтому обычно их сначала конвертируют в линейное пространство, прежде чем использовать альбидо в расчётах освещения. В зависимости от системы программного пакета, которую используют художники, для создания карт окружающего шейдинга, вам также может потребоваться преобразование из sRGB в линейное пространство. Что же касается карты Metallic и Roughness, они почти всегда создаются в линейном пространстве. И конечно же, какой математический аппарат без наглядной демонстрации? В данном случае попробуем отрисовать сцену в следующем контексте. У нас есть сетка из сфер. Размер сетки соответствует значению колонок и столбцов. Я буду использовать 5 на 5 сетку и для того, чтобы отрисовать нам сферы в физически подобном конвейере PBR, необходимо в двойном цикле пробежаться по столбцам и колонкам, задать матрицу модели из расчёта того, что каждая сфера будет расположена в сетке. Далее используем шейдер, передаем в него матрицу модели и матрицу нормали. Для этого мы транспонируем обратную матрицу модели. С помощью таких нехитрых операций у нас получится отрисовать сетку из сфер, после чего необходимо создать единичную сферу. Итак, у нас есть объекты сфер, расположенные по сетке. Теперь надо их осветить. Будем использовать источники освещения в количестве четырех штук, потому что у нас шейдер подстроен под значение четырех источников освещения. Перебираем по всем источникам освещения и задаем позиции данных источников освещения из массива позиций, которые ранее были заданы. И будем использовать также анимацию. Будем по синусоиде или косинусоиде изменять положение данных источников освещения, которые имеют различные цвета. Белый, красный, синий и зелёный. После чего матрицу модели по классической схеме необходимо транслировать, переместить, а дальше отмасштабировать. Scale. После чего, как всегда, необходимо в шейдер передать данную матрицу. Также задать матрицу нормали с помощью транспонирования обратной матрицы модели. В данном случае конвейер немножечко отличается от стандартного подхода при отрисовке каких-то объектов. И, наконец, давайте попробуем сделать демонстрацию, собрать весь проект. Внимательные слушатели увидели, что мы не задали коэффициент Фринеля, то есть значение после выхода функции Фринеля Шлика. Необходимо было присвоить переменную. А именно, результат функции Фринеля Шлика возвращаем в переменную F. Собираем проект и смотрим. Получается, что вы уже сделали боевой вариант движка, который может отрисовывать сразу несколько карт нормалей. Металлическую карту металлик, рафнос, шероховатость, эмбиент окклюжен, дефюз лайт и так далее. Множество карт применяются к одной модели и они работают вместе с освещением. Немножечко отстали? Не переживайте! Все исходники доступны по ссылке в описании на сайте learn.kyberkala.ru в интенсиве 3D игровой движок на C++. Там же найдешь бонусные материалы и разборы всех математических формул с детальным описанием того, как оно должно работать в 3D игровых движках. Также всегда доступна помощь от наставников. Можно написать в чате и спросить. Вы IT-элита Школы Киберкала. Повторюсь, у нас есть несколько источников света. В данной сцене у нас их аж 4. Зеленый, красный, синий и белый. И какая же демонстрация без динамического показа того, как работает освещение? Попросту нам нужно изменить положение освещения с течением времени. Давайте добавим изменение позиций x и y координат каждого из источников света по определенной функции. Я буду использовать синусоиду и косинусоиду с определенными фазовыми значениями и, соответственно, значениями масштаба в зависимости от индекса источника освещения. В таком нехитром виде можно задавать периодические движения различных объектов на сцене. Соберем проект и проверим, как это выглядит. Уверен, что у вас успешно получится это сделать и в итоге будет картинка, которую вы видели в начале данного видео. Надеюсь, вдохновились созданием своего собственного 3D игрового движка. Еще раз порадуемся этому прекрасному результату, потому что он многообещающий. Вы можете полностью изменять различные параметры сцены, добавлять анимации и добавлять множество различных материалов, множество различных объектов, и они будут оптимальным способом отрисовываться на сцене. Отдельно хочу поблагодарить участников интенсива за то, что исправили баг с изменением размера окна и постобработкой. Изменим параметры периодических функций и посмотрим, как изменится картинка в случае, когда у нас различные множители, масштаба и амплитуды колебаний. Также можно опционально изменить размер источника освещения, увеличив его или уменьшив. И вот картинка уже приобретает достаточно сочный и приятный вид. В данном случае я использовал текстуры материала карбона, и мы видим, как достаточно реалистично выглядит то, что вы видите на экране. В следующем эпизоде поговорим, как улучшить данную технику и разберем более продвинутый способ отрисовки таких вот сцен. Надеюсь, что данное видео понравилось и благодарю за просмотр. 치는 ни одной изORDный способ Commissioner ну и надеюсь, не очень понравилось. Есть здесь некая pairing romаа, но есть ли комплектация оценку,